Меня зовут Михаил, игра у нас называется Физия, сделана на Юнити, и фишка ее в том, что мы сделали мощный физический движок внутри Юнити, который очень реалистичен и с которым очень интересно играться. Игра у нас это пазл, основа его пазл, но в ней есть очень много разных механик других, такие как собери башню в высоту, уравновесить весы нужно, из катапульта стрелять по лего-менам с помощью двух элементов управления, ну и просто собирать много-много-много пазлов разных. Мы еще делаем другие механики, делаем подводный мир, делаем космос, и будет там совершенно все по-другому. Физика, почему это твое название? Надо знать физику? Ее не нужно знать, но ее можно познать, потому что когда играешь в нашу игру, то понимание бытовой физики значительно улучшается. То есть, понимаешь, веса начинаешь чувствовать, инерцию, и вот такие вот вещи. У вас как-то человек работает над игрой, как долго? Над игрой, над этой работает по-разному, у нас всего команда 20 человек, но в разное время над игрой работает разное количество людей, потому что иногда они требуются, иногда не требуются для дальнейших каких-то действий. И на пике работало до 12 человек над этой игрой, а минимально работает 4 человека. А как долго? Значит, физический движок мы написали примерно за полгода, а все остальное, что вот есть, мы сделали примерно за месяц. Это уже релиз? Это предрелизная ситуация. Но ее можно скачать? Ее сейчас скачать нельзя, я могу выслать билд разве что, а издаваться мы будем только с издателями, когда нам будут предложены максимально лояльные для нас условия. То есть, еще нет права издателя? Издатель не выбрана, она многим издателям очень понравилась, и мы, так сказать, будем вести переговоры интенсивно очень в следующей неделе. А в процессе разработки, что было самым сложным, трудным? Физический движок. Мне невероятно сложно было настроить стыковку предметов непосредственно в пазле, чтобы это выглядело прилично, потому что для тех, кто понимает в кодинге, множество точек соединения – это очень большая проблема, чтобы это было качественно, выглядело нормально. Прямо огромное. И на это ушло несколько месяцев. Только на одну эту задачу. А самое легкое, интересное? Самое легкое, интересное – делать новые модельки, которые потом вставляются, разбиваются на части и появляется новый пазл. А в парке лицерии что-нибудь запрещено? Это тот самый пазл, да? Да, но сейчас нужно понять, какую часть, какой пристыковать. Начинать в драконе лучше с хвоста проверено, потому что в первой части очень тяжело понять, что с чем стыковать. И начинать проще с хвоста. Пазл – это трехмерные пазлы, а не трехмерные, то есть это трехмерный пазл. Пазл – это трехмерный, абсолютно трехмерный. Вот, 3D-пазл. Да. Вот, сейчас все соединится, точнее хвост сейчас прилепится. Оп, прилепился. И, кстати, для детей это очень полезно, потому что они сейчас в условиях, когда дети растут вне улицы, для них познание бытовой физики – это что-то из ряда вон. Хотя, как бы, в 90-е годы, в 80-е, это все дети очень хорошо ориентировались в том, каким цветом горит что, вот, и как легко разбить что-либо. А сейчас все сложнее с этим, и поэтому такая игра, да, она хоть и не совсем для детей, я думаю, что основная аудитория – это девушки и женщины, там, 20-45 лет, но для детей она была бы очень полезна. Я бы поиграла, да. А игроку как удобно управлять, нравится? Ладно, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!